Послематчевая пресс-конференция начинается с Макса Канате, номер 13, первая из НТУ. Впечатления после игры, пожалуйста. Эмоции просто зашкаливают. Зал просто взорвался, и это очень помогло нам. Мы готовились к этой игре, разбрали их основные комбинации. Была установка играть перед большими, чтобы не давать им получить мяч. Отсекать их от кольца. И в принципе мы морально очень готовились к этой игре, хотели победить. И так и вышло. Ты ожидал, что у тебя так сложится дебют в Запорожье? Даже не знаю, нет, наверное. Но когда я пришел в эту команду, я понял, что это моя команда здесь. Я себя чувствую комфортно очень. Макс, ну, и судя по игре и судя по статистике, ты адаптировался к новой для себя позиции. Ну, уже да. Так что, может, поднаберешь массы и уже постоянно... На, стой, стой, я уже думаю об этом, да. Я хочу вторую игру, вот после второй игры подряд, хочу поблагодарить ребят за то, что они играли на пределе. Я не беру содержание игры, я беру самоотдачу, я беру вот все моменты, связанные с борьбой, с защитой, с активностью, с победой в единоборствах. Вот тут ребята выглядели вторую игру подряд очень хорошо. А насчет содержания, там, конечно, есть вопросы. Сегодня так получилось, что нам, ну, удалось, да. А в другой игре эти ошибки могут быть фатальными. Нам нужно прилично работать, особенно последние пять минут. Понимаете, такие вопросы, вот, Ваня Тимошук на площадке, игрок, который с нами не успел пройти моменты прессина, противодействия прессинам. Сегодня он, последние пять минут, когда активность была, он был в стороне от команды, да. Ну, и остальные же ребята допустили, там, по одной, по две, по три ошибки. Опять же, сегодня так получилось, что этого хватило, а в другой игре это нужно. Поэтому нужно работать, нужно время для того, чтобы ребята играли в единую мягу. Вопросы, пожалуйста. Сколько времени понадобится, чтобы вот эту пятерку, которая вторую половину, восстановить? Я думаю, было суток. Конечно, когда пошел большой набор ошибок, пришлось сократиться. Первую половину мы старались играть широко, и, в общем-то, это не влияло особо на результат. А во второй, когда дрогнул Виталик Быков, чисто, ну, по возрасту, по вопросам таким, совершенно понятным всем, тут нет смысла его критиковать, это естественно. Где-то Яша получил очень быстрые пять фолов, и ушла ротация опять. Можно было бы одного игрока передергивать и давать время восстановиться. Эти моменты все ушли, и действительно пришлось играть чуть ли не в пятером, там в считанные минуты Быков помогал, а все остальное пять человек. Это плохо, так нельзя играть весь сезон, нужно играть шире, нужно играть. Но ключевые моменты, действительно, пятерка должна играть в ночи, в результате. Как же это добиваться? А с чем связано вот это девять очков, что они набрали в пяти минутки, а вы не, ничего, с неопытностью или с физической усталостью? Когда, почему? Потому что такое впечатление, что вот-вот они додали. Вот это надо выбрасывать иногда такие пенки, что с чем это связано? Играет команда, у нее есть своя психологическая устойчивость, у них получается, они держатся за каждое действие, борются за каждый мяч. И вдруг один из игроков, Виталик Быков, дает поперечную передачу, мы получаем легкие два очка. Скажите мне, какое состояние у четверых других игроков? Вы знаете, когда сразу раз и все опустилось. Вот с этого все началось, началась паника, да, легкая. Начались моменты, а все это на фоне физической усталости, а при отсутствии возможности заменить, а при отсутствии возможности взять. Я взял там ранний тайм-аут, один использовал, один держу на концовку, ну мало ли, да, ситуация как будет. Вроде тайм-аут тут не совсем свой. Ну вот и получилось, что... Так, это второй, получается, с Азотом тоже такое, что они, да-да, в концовку заканчивали. Ну, давайте вернем образно трех игроков, которые нас покинули, да, и я вас уверяю, что такие моменты будут реже. Будут реже. Выйдет Артем Буцкий, ну, если да, вот вернуться. Выйдет Артем Буцкий вместо кого-то из уставших или вместо кого-то из молодых, остановит игру, быстренько организует все, потому что он в курсе, он знает, надежный, опытный. А в данной ситуации, ну, что я вам могу сказать, хорошо, что так.